Андрей Платонов, Никита Рано утром мать уходила со двора в поле на работу, а отца в семействе не было. Отец давно ушел на главную работу, на войну, и не вернулся оттуда. Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет. В избе и на всем дворе оставался хозяином один Никита. Пяти лет от роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы Никита не сжег двора, чтобы он собрал яйца от кур, которые они снесли по закутам и под плетнями, чтобы чужой петух не приходил во двор и не бил своего петуха, и чтобы он ел в обед молоко с хлебом на столе, а к вечеру мать вернется и тогда покормит его горячим ужином. «Не балуй, Никитушка, отца у тебя нету», — говорила мать. «Ты умный теперь, а тут все добро наше в избе и во дворе». «Я умный, тут добро наше, а отца нету», — говорил Никита. «А ты приходи поскорее, мама, а то я боюсь». «Чего ты боишься-то?» «На небе солнце светит, кругом в полях людно. Ты не бойся, ты живи смирно один». «Да, а солнце ведь далече», — ответил Никита. «И его облако закроет». Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу, корницу, затем другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях жужжали большие толстые мухи. Паук дремал в углу посреди паутины. Воробьев пришел, пещий через порог, и искал себе зернышко жилой земли избы. Всех их знал Никита. И воробьев, и пауков, и мух, и кур во дворе. Они ему уже надоели. И от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверное, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек. Днем он спал, а ночью выходил наружу и ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь. А наутро опять прятался в бочку и спал. «Я тебя знаю, ты там живешь!» Приподнявшись на ногах, сказал Никита сверху в темную гулкую бочку, а потом вдобавок постучал по ней кулаком. «Вставай, не спи, лодырь! Чего зимой есть будешь? Иди просоп полоть, тебе трудодень дадут!» Никита прислушался. В бочке было тихо. «Помер он, что ли?» Подумал Никита. Но в бочке скрипнула ее деревянная снасть, и Никита отошел от греха. Он понял, что значит тамошный житель. Повернулся на бок либо, хотел встать и погнаться за Никитой. «Ну какой он был тот, кто жил в бочке?» Никита сразу представил его в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была длинная, она доставала до земли. Когда он ходил ночью, и он нечаянно сметал ею сор и солому, отчего в сарае оставались чистые стишки. «Матери недавно пропали ножницы. Это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду». «Отдай ножницы!» Тихо попросил Никита. «Отец придет с войны, все одно отымет. Он тебя не боится. Отдай!» Бочка молчала. В лесу, далеко за деревней, кто-то ухнул. И в бочке тоже ответил ему черным страшным голосом маленький житель. «Я тут!» Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце. Облака не застили его посейчас, и Никита в испуге поглядел на солнце, чтобы оно защитило его. «Там житель в бочке живет», сказал Никита, смотря на небо. Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядела на него в ответ теплым лицом. Никита увидел, что солнце было похоже на умершего дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой, и смотрел на него. Никита подумал, что дедушка стал тебе жить на солнце. «Дедушка, ты где? Ты там живешь?» спросил Никита. «Живи там, а я тут буду. Я с мамой». За огородом, в зарослях лопуховой крапивы находился колодец. Из него уже давно не брали воду, потому что в колхозе вырыли другой колодец с хорошей водой. В глубине того глухого колодца в его подземной тьме была видна светлая вода с чистым небом и облаками, идущими под солнцем. Никита наклонился через сруб колодца и спросил. «Вы чего там?» Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Он знал, какие они были. Он их видел во сне и, проснувшись, хотел их поймать. Но они убежали от него по траве в колодец в свой дом. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные. Они, должно быть, хотели у Никиты выпить глаза, когда он спал. «Я вам дам», сказал в колодец Никита. «Вы зачем тут живете?» Вода в колодце вдруг замутилась, и оттуда кто-то чапкнул пастью. Никита открыл рот, чтобы вскрикнуть, но голос его вслух не прозвучал. Он занемел от страха. У него только дрогнуло и приостановило сердце. «Здесь еще великан живет и его дети», понял Никита. «Дедушка!» Поглядев на солнце, крикнул он вслух. «Дедушка, ты там?» И Никита побежал назад к дому. У сарая он опомнился. Под плетневую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи? Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрет. Никита побежал скорее домой, взял там два куска хлеба со стола и принес их. Он положил у каждой норы хлеб и сказал змеям. «Змеи, ешьте хлеб, а к нам ночью не ходите». Никита оглянулся. На огороде стоял старый пень. Посмотрев на него, Никита увидел, что это голова человека. у пня были глаза, нос и рот. И пень молча улыбался Никите. «Ты тоже тут живешь?» спросил мальчик. «Вылезай к нам в деревню, будешь землю пахать». Пень крякнул в ответ, и лицо его стало сердитое. «Не вылезай, не надо, живи лучше там», сказал Никита, испугавшись. Во всей деревне было тихо сейчас, никого не слыхать. Мать в поле далеко, до нее подобежать не успеешь. Никита ушел от сердитого пня в сене избы. Там было не страшно, там мать недавно дома была. В избе стало теперь жарко, Никита хотел выпить молока, что оставила ему мать, но, посмотрев на стол, он заметил, что стол это тоже человек, только на четырех ногах, а рук у него нету. Никита вышел в сене на крыльцо. Вдалеке за огородом и колодцем стояла старая баня. Она топилась по-черному, и мать говорила, что в ней дедушка любил купаться, когда еще живым был. Банька была старая и омшелая вся скучная избушка. Это бабушка наша. Она не померла, она избушкой стала. В страхе подумал Никита о дедушкиной бане. Ишь, живет себе, вон у ней голова есть, это не труба, а голова, и рот шербатый в голове. Она нарочно баня, а по правде тоже человек, я вижу. Чужой петух вошел во двор с улицы. Он был похож по лицу на знакомого худого пастуха с бородкой, который по весне утонул в реке, когда хотел переплыть ее в половодье, чтобы идти гулять на свадьбу в чужую деревню. Никита порешил, что пастух не захотел быть мертвым и стал петухом. Значит, петух это тоже человек, только тайный. Везде есть люди, только кажутся они не людьми. Никита наклонился к желтому цветку. Кто он был? Глядевши в цветок, Никита увидел, как постепенно круглым его личикой являлось человеческое выражение. И вот уже стали видны маленькие глаза, нос и открытый влажный рот, пахнущий живым дыханием. А я думал, ты правда цвет, сказал Никита. А дай я посмотрю, что у тебя внутри. Есть у тебя кишки? Никита сломал стебель, тело цветка, и увидел в нем молоко. Ты маленький ребенок был, ты мать свою сосал, удивился Никита. Он пошел к старой бане. Бабушка, тихо сказал ей Никита, но шербатое лицо бабушки гневно оширилось на него, как на чужого. Ты не бабушка, ты другая, подумал Никита. Колья и сплетня смотрели на Никиту, как лица многих неизвестных людей. И каждое лицо было незнакомое и не любило его. Одно сердито ухмылялось, другое злобно думало что-то о Никите, а третий колор опирался исхозшими руками ветвями о плетень и собирался вовсе вылезти из плетня, чтобы погнаться за Никитой. Вы зачем тут живете, сказал Никита. Это наш двор. Но незнакомые злобные лица людей отовсюду неподвижно и зорко смотрели на Никиту. Он глянул на лопухи. Они должны быть добрыми, однако и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не любили его. Никита лег на землю и прильнул к ней лицо. Внутри земли гудели голоса. Там должно быть жили в тесной тьме многие люди. И слышно было, как они корябаются руками, чтобы вылезти оттуда на свет солнца. Никита поднялся в страхе, что везде кто-то живет. И отовсюду глядят на него чужие глаза. А кто не видит его, тот хочет выйти к нему из-под земли, из норы, из черной застряха сарая. Он обернулся к избе. Изба смотрела на него, как прохожая старая тетка из дальней деревни и щептала ему. У, непутевые, нарожали вас на свет, хлеб пшеничный даром жевать. Мама, иди домой, попросил Никита далекую мать. Пускай тебе половину труда дня запишут. К нам вот чужие пришли и живут. Прогони их. Мать не услышала сына. Никита пошел за сарай, он хотел поглядеть, не вылезает ли пень голова из земли. У пня рот большой, он всю капусту на огороде поест. Из чего тогда мать будет щи варить зимой? Никита издали робко посмотрел на пень в огороде. Сумрачное нелюдимое лицо, обросшее моршинистой корой, неморгающими глазами, глянуло на Никиту. И далеко кто-то из леса за деревней громко крикнул. Максим, ты где? В земле, глухо отозвался пень голова. Никита обернулся, чтобы бежать к матери в поле, но упал. Он занемог от страха. Ноги его стали теперь как чужие люди и не слушались его. Тогда он пополз на животе, словно был еще маленький и не мог ходить. Дедушка прошептал Никита и посмотрел на доброе солнце на небе. Облако зазастило свет и солнца теперь не было видно. Дедушка иди опять к нам жить. Дедушка солнце показался из-за облака, будто дед сразу отвел от своего лица темную тень, чтобы видеть своего ослабевшего внука, ползшего по земле. Дед теперь смотрел на него. Никита подумал, что дед видит его, поднялся на ноги и побежал к матери. Он бежал долго. Он пробежал по пыльной пустой дороге всю деревенскую улицу, потом уморился и сел в тени Авина на околице. Никита сел ненадолго, но он нечаянно опустил голову к земле. Уснул и очнулся лишь на вечер. Новый пастух гнал колхозное стадо. Никита пошел было далее в поле к матери, однако пастух сказал ему, что уже время позднее, и мать Никиты давно ушла с поля ко двору. Дома Никита увидел мать, она сидела за столом и смотрела не отводя глаз на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко. Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его к себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и смирным, хлебом и землей. Никита оробел и молчал. Здравствуй, Никита, сказал солдат. «Ты уж давно позабыл меня. Ты грудной еще был, когда я поцеловал тебя и ушел на войну. А я-то помню тебя, умирал и помнил». «Это твой отец, домой пришел Никитушка», сказала мать и утерла передником слезы с лица. Никита осмотрел отца, лицо его, руки, медаль на груди и потрогал ясные пуговицы на его рубашке. «А ты опять не уйдешь от нас?» «Нет», произнес отец, «теперь уж век буду с тобой вековать. Врага неприятеля мы погубили, пора о тебе с матерью думать». Наутро Никита вышел во двор и сказал вслух всем, кто жил во дворе, и лопухам, и сараю, и колям летней, и пню голове, в огороде, и дедушкиной бане. «К нам отец пришел, он век будет с нами вековать». Во дворе все молчали, видно, всем стало боязно отца-солдата, и под землей было тихо, никто не корябался оттуда наружу на свет. «Иди ко мне, Никита, ты с кем там разговариваешь?» Отец был в сарае, он осматривал и пробовал руками топоры, лопаты, пилу, рубанок, тиски, верстах и разные железки, что были в хозяйстве. Отделавшись, отец взял Никиту за руку и пошел с ним по двору, оглядывая, где, что и как стояло, что было целом, а что погнило, что было нужно, а что нет. Никита так же, как вчера, смотрел в лицо каждому существу во дворе, но ныне они ни в одном не увидел тайного человека, ни в ком не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни злой жизни. Колея в плетнях были иссовшими толстыми палками, слепыми и мертвыми, а дедушкина баня была сопревшим домиком, уходящим от старости лет в землю. Никита даже пожалел сейчас дедушкану баню, что она умрет и больше ее не будет. Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. Пень сразу начал разваливаться, он сотлел насквозь, и его сухой прах дымом поднялся из-под отцовского топора. Когда пня головы не стало, Никита сказал отцу, от тебя не было, он слова говорил. Он был живой, под землей у него пузо и ноги есть. Отец повел сына домой в избу. Нет, он давно умер, сказал отец. Это ты хочешь всех сделать живыми, потому что у тебя доброе сердце, для тебя и камень живой, и на луне покойная бабушка снова живет, а на солнце дедушка, сказал Никита. Днем отец стругал доски в сарай, чтобы перестелить заново пол в избе, а Никите он тоже дал работу, выпрямлять молотком кривые гвоздики. Никита с охотой, как большой, начал работать молотком. Тогда он выпрямил первый гвоздь, он увидел в нем маленького доброго человечка, улыбающегося ему из-под своей железной шапки. Он показал его отцу и сказал ему, а отчего другие злые были? И лопух был злой, и пень голова, и водяные люди, а этот добрый человечек. Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему, тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они и злые, а этого гвоздя человечка. Ты сам трудом сработал, он и добрый. Никита задумался, давай все трудом работать, и все живые будут. Давай, сынок, согласился отец, давай, добрый кит. Отец, вспоминая Никиту на ваниль, всегда называл его про себя добрый кит. Отец знал, что Никита родился у него добрым и останется добрым весь свой долгий век. 1945 год год.